Лига Друзей ИКЦ 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 Чтоб все у вас было хорошо. Мастер-класс сегодняшний прошел замечательно. Народу пришло много. Погода была прекрасная. Дождя, главное, не было. Ветерок прохладный, нам не жарко, не холодно. Самое то было. Технику показывали очень подробно. Мы внимательно слушали. Я думаю, новички все это поняли. Потому что Елена Петровна очень старалась. Очень хорошо все показала. Дали палки новичкам. Ходили с палками. Поэтому все уже основы поняли. Основы ходьбы. Прошли по набережной. Там отличный вид, конечно. И прудик, и уточки, и деревья. А нам простор. Потому что набережная широкая. И мы все лентой, лента все вперед. Проект очень полезный. Такие встречи людей разных возрастов – не только совместная тренировка, но и работа над созданием иммерсивного аудиоспектакля об истории города. Волонтеры записывают воспоминания первоуральцев о том, как менялся город, какие события в нем происходили и с какими людьми они встречались. Эти воспоминания лягут в основу иммерсивного спектакля. Помимо спортивных занятий, люди старшего поколения посещают и творческие мастер-классы. Волонтеры Лиги друзей ИКЦ организовали для своих подопечных урок интерьерной живописи и пленервоспоминаний. Творческая встреча помогла легко и просто освоить основные техники и приемы рисования даже тем, кто никогда не пробовал писать картины. Волонтеры-художники проекта «Голоса города» были рядом и помогали сделать первые шаги в изобразительном искусстве. Был пленэр. Мы рисовали церковь с прекрасной площадки, которая есть в Национном культурном центре. И вообще этот проект «Голоса города» дает очень много, особенно нам. Я пенсионерка и хочется чем-то заняться. Хочется куда-то приложить силы и немного отвлечься от домашних, от внуков, от правнуков. Я очень рада, что попала на этот проект. Благодарна его организаторам. И хорошо, что вообще в нашем городе существует этот Национный культурный центр. Я с удовольствием сюда прихожу, на многие мероприятия. Я участвовала не раз в марафоне, это значит поэзическом, что мне тоже очень нравится, поскольку мне блета близко, потому что я сама пишу стихи, у меня есть несколько книг стихов. Поэтому я и рада, что еще у меня одно увлечение появилось. Это рисование. Сегодня посетила мастер-класс по живописи. Мне очень понравилось. Давно мечтала попробовать себя. Очень хорошо, интересно, познавательно. Пообщалась с девушками. Все очень хорошо, замечательно. Проект «Голоса города» мне кажется очень вовремя, наверное, что он объединяет людей, которые вышли на пенсию, которым заняться, наверное, занять свое свободное время. Я посетила скандинавскую ходьбу и думаю, что я буду дальше участвовать в тех мероприятиях, которые будут в проекте. Буду участвовать и буду рада, если будут меня приглашать. Я сегодня с подругой пришла на проект «Голоса города». Мне очень понравилось, что здесь можно как-то снова проявить свои способности, узнать, что еще что-то ты можешь, кроме того, что у тебя только быт дома. А здесь мы нам уделили большое внимание, что помогли нам. Я вот сегодня рисовала, и были девочки-волонтеры, молодые девчонки, которые нам помогали. И очень внимательные, очень старательные такие, и терпеливые к нам. Спасибо, что пригласили на этот проект. Ну и в следующий раз пригласите, обязательно приду. Еще серебряные волонтеры посещали школу современных медиа. Там им рассказывали о возможностях гаджетов, показывали, как создавать сюжеты, клипы и контент для социальных сетей, записывать аудио, создавать сообщения и размещать в интернете. Люди серебряного возраста очень увлекли занятия в школе современных медиа, так как проект наш иммерсивный. Это инновационный формат взаимодействия, передачи информации, истории города жителям. Поэтому мы организовали такие курсы для людей старшего возраста, благодаря которым они учились взаимодействовать с компьютером, со смартфонами. Также серебряные волонтеры принимали участие в мастер-классе по уральским песнопениям, параде воздушных змеев, где члены Лиги друзей и КЦ организовали для детей творческую встречу, когда деревья были большими, с традиционными уральскими играми, песнями и забавами. В инновационном культурном центре проходил и кастинг голосов в рамках проекта «Голоса города». Участники посетили мастер-класс по речи и побывали в студии звукозаписи. Обладатель лучшего голоса стал рассказчиком в иммерсивном спектакле. Результатом проекта «Голоса города» будет аудиоспектакль, созданный на основе рассказов людей старшего поколения о том, как менялся город с течением времени, свидетелями каких значимых событий они становились и с какими интересными людьми встречались. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok